Всем привет! Смотрите как установить или обновиться до Windows 11. Как установить операционную систему без TPM модуля и проверки безопасной загрузки? Что делать, если установщик выводит сообщение о том, что компьютер не соответствует минимальным требованиям? Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Первая сборка Windows 11 уже доступна к установке для участников программы предварительной оценки Windows Insider Preview, но большинство компьютеров не соответствует минимальным требованиям для установки данной операционной системы, потому как на них отсутствует модуль TPM . Данный модуль используется для шифрования данных, идентификации пользователя, защиты программ от изменений, аппаратной защиты от вирусов и т.п. Скорее всего данная функция используется в Windows 11 для шифрования жесткого диска компьютера, так как позволяет надежно защитить данные от несанкционированного доступа к данным. Если вы планируете установить Windows 11 на свой компьютер, то должны учитывать этот момент. При попытке установить Windows 11 на компьютер без TPM модуля версии 2.0 приведет к следующей ошибке. Этот компьютер не может работать с Windows 11. Если вы столкнулись с данной ошибкой, не отчаивайтесь, далее я покажу как ее обойти и отключить проверку TPM и Secure Boot. Начнем с самого простого. Для первого способа вам понадобится только ISO образ операционной системы Windows 11. Мы отключим проверку TPM и безопасность загрузки в реестре перед установкой операционной системы и среды предустановки. Современная версия Windows загружает минимальную версию операционной системы, известную как среда предустановки Windows. Загружается необходимый набор драйверов и запускается основная программа установки. На данном этапе установки вы можете отредактировать реестр, чтобы установщик не выполнял проверку на наличие TPM и безопасности. Сделать это можно следующим способом. Установку будем выполнять на чистый диск. Загружаем все установочные флешки с Windows 11. Найти ISO образ данной операционной системы во всемирной сети не составит труда. А как создать загрузочную флешку с Windows 11 вы можете посмотреть на примере Windows 10. Этот процесс отличается только файлом образа. Ссылку на видео я оставлю в описании. После создания загрузочной флешки нужно скопировать на нее RIG файл, который позволит отключить проверку TPM. Для его создания кликаем правой кнопкой мыши по рабочем столе и жмем создать текстовый документ. Даем ему произвольное имя и открываем. Вписываем сюда следующий код. Данный RIG файл добавит в реестр ключи, отвечающие за прохождение проверки TPM и Secure Boot. После чего можно будет продолжить установку Windows 11 как обычно. Сохраняем документ. Затем меняем его расширение с TXT на RIG. Если у вас отключено отображение расширения файлов, откройте проводник, перейдите во вкладку вид и установите отметку напротив расширения имен файлов, после чего они будут отображаться. Только что созданный RIG файл нужно скопировать на флешку с Windows. Можно скопировать прямо в корень. После загрузки с установочного USB накопителя на этом этапе нажмите сочетание клавиш Shift плюс F10 для запуска командной строки. Теперь нужно запустить блокнот. Для этого выполняем следующую команду. В результате откроется окно программы. Нажмите файл открыть. В строке типы файлов выберите все файлы, а затем укажите путь к RIG файлу, который лежит на USB накопителе. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите объединить. В окне с предупреждением жмем кнопку yes и ok. После закрываем окно блокнота в командной строке и продолжаем установку. Также данную процедуру можно произвести вручную без RIG файла. В командной строке вместо блокнота запускаем реестр, выполнив команду RIG edit. Переходим по следующему пути. Жмем по папке setup правой кнопкой мыши создать раздел. Даем ему имя labconfig. Переходим в данный раздел и в правой части окна кликаем правой кнопкой мыши создать параметр DWORD и меняем имя на bypass tpm check. Открываем его и устанавливаем значение 1. Ок. Создаем второй параметр с таким именем bypass secure boot check. Меняем значение на 1. Ок. Далее закрываем реестр и продолжаем установку. Жмем далее. Установить сейчас. Процесс установки ничем не отличается от установки Windows 10. Здесь нужно ввести регистрационный ключ. Если его у вас нет нажмите у меня нет ключа продукта. Выберите версию операционной системы. Далее. Принимаем лицензионное соглашение. В следующем окне выбираем установить. Выберите диск на который будет установлена операционная система и нажмите далее. После чего начнется установка. Ждем окончания процесса. Перезагружаем систему. Далее идет внесение настроек и завершение установки. Выбираем регион, страну. Предпочтительную раскладку клавиатуры. Если нужно далее будет предложено добавить дополнительные. И после ждем пока система проверит обновление. Далее выбираем способ настройки устройства. Для личного использования. Или компьютер для работы или учебы. Если у вас есть учетная запись Microsoft войдите в нее. Если нет можете ее создать. Или же выберите ниже параметры входа. Автономная учетная запись. Затем введите имя пользователя. И пароль. И нажмите далее. Далее система завершит настройку. И после она загрузится. На этом процесс установки операционной системы Windows окончен. Если вы пытаетесь обновиться до Windows 11 из установленной десятки и получили сообщение о несовместимости. В таком случае нужно выполнить замену файла в висообразе. Для замены понадобится образ десятки. Откройте ранее созданный загрузочный накопитель с Windows 11. И перейдите в папку Sources. Откройте ту же папку в образе с Windows 10 в другом окне. Скопируйте DLL файл с таким именем. В папку Sources. Windows 11. Замену существующего. После замены запустите Setup.exe. И обновите Windows до новой версии. Если все было сделано правильно, то обновление до Windows 11 должно пройти без проверки на наличие TPM и Secure Boot. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.